Рыба по цене жизни в Киселевичах пенсионера ударила током. В итоге одежда на нем загорелась, от удилища остались одни только лохмотья. Кто вызвал скорую? Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Мужчина прямо из-под носа увел мобильник. Что грозит жителю Дребенщины? Ушел под воду вместе с конем. Сезон тонущих людей открыт пугающей статистикой. Как уберечь жизнь? Это сирена. Громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Ушел на дно в Климовичском районе. Подросток утонул вместе с конем. 14-летний мальчик сидел верхом и двигался вдоль берега. Мужчина, который находился рядом, предупредил, что не умеет плавать, как и сам ребенок. Но его это не остановило. Спустя время животное попало на глубину и скрылось с наездником под воду. Рыбак, который находился неподалеку, из-за преклонного возраста помочь не смог. Тело извлекли сотрудники освод. Следственный комитет проводит проверку. За неделю в Беларуси утонуло 29 человек. Только за прошедшие выходные вода унесла 13 жизней, из которых один ребенок. Главная причина трагедии – беспечность. Не стоит купаться в стихийных, необустроенных местах. На дне могут быть осколки, битые в бутылок. А в случае ЧП поблизости не будет спасателей. На оборудованных пляжах созданы все условия – от парковки до общепита. Мы напоминаем всех взрослым о самом главном правиле – это отсутствие алкоголя. Потому что по статистике большинство погибших и утонувших на водоемах находились в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2021-м в водоемах страны утонули 215 человек. Каждый второй был пьян. Среди погибших – 26 детей. В Бобруйске определены 4 места для купания. Центральный пляж – в 6-м микрорайоне, на территории санатория в Шиник и имени Ленина. Перед началом сезона каждую зону обследовали и выдали разрешение. В Кречеве пьяный водитель перевозил своих детей. Рано утром 11 июня сотрудники ГАЭ остановили водителя Ауди. При проверке документов стало ясно – местный житель нетрезв. 32-летний мужчина отпираться не стал. Сколько вы вчера выпили? Пива литр четыре. И вы едете с двумя детьми? Сколько детям лет? Сиди и шесть. Три водика и шесть лет. А какая надобность была проехать? Тем более с маленькими детьми. Никакой, да? А свидетельствование показало наличие 1 и 2 промилле. Инспекторы завезли и передали детей матери. Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и осторожности. Неудачная рыбалка в Киселевичах от удара током пострадал пенсионер. ЧП произошло утром 8 июня. Мужчина рыбачил на озере по улице Широкой. Прямо под запрещающим знаком. Бобруйчанин коснулся удочкой лэп-проводов и получил электротравму. В итоге одежда на нем загорелась. От удилища остались одни только лохмотья. Его товарищи, которые рядом ловили рыбу, вызвали скорую. И скорая достала его в учреждение здравоохранения. Рыбак находится в тяжелом состоянии в Могилевской области. Это уже второй случай с начала года. Специалисты напоминают, чтобы избежать непоправимых последствий, категорически запрещено рыбачить вблизи лэп на расстоянии меньше 10 метров. Житель Дребенского района унес чужой телефон на автовокзале. Но момент кражи попал на видео. В оперативно-дежурную службу с заявлением обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, на автовокзале в областном центре у него был похищен оставленный без присмотра мобильный стоимостью более 600 рублей. Сыщики выяснили, чужой гаджет забрал 53-летний житель Дребенского района. Мужчина перепродал чужое иммущество, а деньги успел потратить. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Радиус поражения до 150 метров. В Бобруйске на центральном пляже обнаружили ручную противопехотную гранату. О находке стало известно в прошлую среду около половины шестого вечера. Боеприпас F1 сохранился еще со времен Великой Отечественной. Прибывшая соперно-перетехническая группа обезвредила данную находку. Между тем, специалисты напоминают, в таких ситуациях следует незамедлительно сообщать в милицию. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Риан. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА